Здарова, ребята, это Юра и канал Все Твои. Сегодня я хотел бы с вами разобрать короткую, но очень емкую тему. Она, мне кажется, одна из самых важных, потому что в течение вот особенно последнего времени, я не знаю, с чем это связано, с соседней хандрой или с чем-то еще, очень много мужиков, когда они звонят на собеседование, они постоянно там, ну, кто-то доносит свою проблему, но в большинстве своем консультация проходит в виде жалобы, то есть ученики будущие жалуются, 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 ну, кто-то просто говорит, что у него какая-то обычная ситуация сложилась, а кто-то жалуется бесконечно, то есть, но это моя работа в любом случае, я вытерплю, это нормально, но когда задаешь вопросы о том, как вы живете своей жизнью, что вы там делаете, какие поступки совершаете или не совершаете, то вот эта тема нытья, она, ну, я так понимаю, она не только на собеседовании происходит, она происходит там в жизни. Вы понимаете, что ноющие мужики не нужны женщинам, то есть с такой энергетикой, с такой энергией вы просто будете уничтожать все живое вокруг, с вами не будут хотеть общаться, не то, что женщины вообще близко, рядом, потому что вы высасываете энергию, вы опустошены. Я понимаю, есть в жизни там эти ралли, когда тебе то хорошо, то плохо, но иногда наш русский человек может там застрять надолго. Мы знаем, как из этого можно выбираться через алкоголь или через наркоту, но иногда часто вы проваливаетесь в эту яму и там сидите дольше, чем это нужно, при этом, ну, ни хрена не делаете. И уж я уже не говорю про какие-то подходы, бывает, что у вас депрессии, которые не прекращаются просто месяцами, вы не можете ничего делать, кроме того, как ходить там на работу, на которой, если вы не будете ходить, вы просто не получите никаких денег, это единственная мотивация с утра ползти на работу. Один из учеников как-то, прежде чем прийти на тренинг, сказал, что он может ходить в поля только летом, потому что у него есть настроение, но вы представляете, что как так можно ходить только по настроению, что получается с января, с этого, с сентября по май как бы у женщины не получат секса, потому что там нет солнца, нет настроения, как бы вот это бред. Вам нужно обязательно будить в себе вот эту энергию, обязательно нужно совершать какие-то поступки хотя бы даже ради себя. Вот тема поступков уже давно была затронута в наших видео, но я еще раз хочу повторить, потому что мне самого это уже накипело, наболело, потому что это слышу я не только даже от наших учеников, а вообще от окружающих иногда меня людей, тоже мужчин. Я часто езжу в командировки на поездах, на самолетах, бывает такое, что приходится выслушивать, несмотря на то, что едешь, к примеру, в купе, где люди могут себе позволить проезд чуть дороже, чем в этом же плацкарте, то есть они зарабатывают деньги, несмотря на то, что они зарабатывают деньги, у них все равно что-то все хреново, жалуются на жизнь и после этого у тебя болит голова. Как ни странно, такие люди там умудряются после этого же тиндера таким же образом проводить свидание. То есть они не умеют шутить, они решили, что раз они поделятся своим чем-то сокровенным, своей какой-то тяжестью, то женщина их, в общем, поймет и воспримет, это полная чушь. Женщине не нужен нытик, то есть ей нужен победитель, мужчина, который ради нее, ради себя будет совершать какие-то поступки, потому что если даже тебя настигла хандра, окей, ты можешь повариться в этом, ну, какое-то время там прожить это все, потому что мы все прекрасно знаем, что постоянно на кураже ты находиться не будешь, и нужно себя оттуда постоянно из этого вытаскивать. То есть вот эти энергии, они очень плохие, пониженные энергии, они очень плохие, они ведут к бездействию, также высасывают из тебя позитив, как и мастурбация, как вот это все, что отнимает энергию, поэтому нельзя ни в коем случае в этом болоте зависать, нужно давать угля, давать жару, пытаться что-то сделать. То есть вот могу сказать, что на наших тренингах мы делаем пошаговый вот этот выход из этого болота, потому что сразу стресс вас вытаскивать, ну, тяжело, и с точки зрения педагогики и психологии этого лучше не делать, потому что, ну, можно нанести вред ученику, тем самым вы дома тоже не можете себя вытащить таким образом стрессом, потому что организм, он понимает это и как бы сопротивляется. Также при виде женщины красивой вы не можете подойти, потому что испытываете стресс. Но опять же затрагивая тему вот этих низких вибраций, вам обязательно нужно поднимать свое либидо. Чтобы поднять свое либидо, нужно что-то сделать, нужно совершить какой-то поступок. Давайте вспомним, что вы делали там за последний год, какие поступки вы совершали. То есть очень много ребят, которые, ну, там смотрят наш канал, пишут письма, там покупают какие-то продукты, пытаются что-то сами сделать. Даже если у вас что-то будет получаться по видеороликам, и вы будете ходить это делать с картонными глазами, с деревянной головой, вам все равно очень будет сложно, потому что если вы живете как амеба, и у вас нет привычки совершать поступки вообще в жизни, это не обязательно в отношении женщин, это вообще в принципе что-то делать. Нужно что-то делать, допустим, я перед тренингом готовился, прежде чем поехать на тренинг. Когда я провожу здесь стримы или там записываю видео, я всегда прошу вас об одном. Делайте, пожалуйста, что-нибудь после того, как вы посмотрели видео. Нельзя ни в коем случае превращать просто в потребление наш канал, там вообще любой просмотр любых видео, просто в потребление информации. То есть вы становитесь информационными наркоманами, сами того не подозревая, смотрите канал, соглашаетесь со спикером, все круто, но в вашей жизни ни хрена не меняется, потому что желательно после просмотра какого-то контента надо попробовать что-то сделать, что-то внедрить, что-то повторить. Только так вы можете себя разбудить, расшатать. Поэтому, что касается данного видео, если с точки зрения подходов у вас до сих пор дрожат ноги, вам обязательно нужно делать упражнение. Могу сказать, что делал я. Опять же, это упражнение я получил на канале от Володи еще, наверное, году, наверное, в 14-м или в 15-м, я уже не помню, нет, я в 15-м начал смотреть канал, и, собственно говоря, в 15-м я сразу же через несколько месяцев пришел на тренинг упражнений. Такое, если ты идешь, условно, по улице, видишь какого-то здорового мужика, он обязательно должен быть здоровее тебя, сильнее тебя физически, что если что-то там будет, он тебя точно наваляет, поэтому вы идете и смотрите ему в глаза. Вот он идет вам навстречу, вы вот смотрите в упор и, условно, там провожаете его взглядом. Не надо там за ним оборачиваться, просто вот встречный взгляд поймать и не отводить первым глаз. Это прокачка как бы туда, в сторону вашего паха. Блин, я клянусь честно, мне тысячу раз хотелось отвести глаза, но я всегда терпел. Там такая каша начинается в башке, так начинает кипеть мозг, у тебя там страх и все такое. Но я реально после этого очень сильно прокачивался. Я реально после этого очень сильно прокачивался. Попробуйте сразу после этого видео сделать вот это упражнение. Пойти и там, ну я это делал в парке. То есть там шел какой-нибудь папаша, либо какой-нибудь мужик с тренировки, здоровый, с красными щеками. Я обязательно вот его там сканировал. Это даже можно делать, не знаю, в лифте, в подъезде, в любой ситуации, где есть эта возможность, то ее нужно использовать. Ребята, начните себя прокачивать в плане поступков, потому что теоретическая информация, информация касаемо там разных упражнений, она хороша, но вам нужно повышать свою либидо. Вы должны чувствовать себя мужчиной, потому что пикап упражнений, пикап вообще все тренинги, они не работают сами по себе. Они работают только на мужчине, то есть вы должны поднимать свою энергию, свою либидо для того, чтобы у вас, ну что-то начало происходить. Нужно прокачиваться, вы будете заряженными. Еще раз повторюсь, сделайте это упражнение, потому что после него гарантированно будут результаты. Можно сделать что-то попроще. Допустим, я сегодня позвонил своему товарищу, которого очень давно не видел, сказал, что я очень хочу сильно с тобой увидеться, в общем, давай встретимся, переговорим. Он мне через полчаса, ну в общем, он сказал, что я занят, через полчаса перезвонил, говорит, я так рад, я уже забронировал там какую-то кальянную, там все, приходи, я там все оплачу. В общем, он так, видимо, ждал давно этого звонка, ему было приятно, вот он мне это рассказал, и у меня самого даже настроение поднялось. Вы понимаете, что вот эти процессы, их как бы тоже нужно делать. Может быть, вам стоит позвонить какому-то своему однокласснику, спросить, как у него дела. Не надо хвалиться тем, что у тебя там новый автомобиль, просто поинтересоваться, как у него дела. Может быть, пригласить там его на встречу, то есть это один из вариантов. То есть делайте что-то, даже если вам это некомфортно, как раз-таки это и будет, ну, как своего рода минимум каким-то поступком. Поэтому, ребят, женщинам нужны мужики, в которых есть энергия, которые совершают поступки. Ну, легко можно определить, почему они выбирают там каких-то плохих ребят, которые вечно творят всякую дичь. На самом деле, вот от них пахнет тестостероном, адреналином, все вот эти компоненты как раз-таки присутствуют у тех людей, которые совершают поступки. Еще раз повторяюсь, когда ты стук, когда ты находишься не в ресурсном состоянии, можно пожить в этом какое-то короткое время, повариться, но потом в этом долго находиться нельзя. Нужно себя воспитывать, нужно себя дисциплинировать. Еще раз повторяюсь, ни одна женщина себе вечно тухлого мужика выбирать не будет. Это можно тренировать в любом возрасте. Я в 33 года начал этим заниматься и постоянно что-то там проделываю. Потом я прошел тренинг. После него я не только стал эффективно общаться с женщинами, я еще и стал... У меня была такая тема этого, синдром самозванца, когда ты боишься подходить к девушкам, а также боишься стучаться в кабинеты директоров, директоров, звонить куда-то там, договариваться. Хотя, несмотря на то, что я всю жизнь работал в продажах на телефоне, мне все равно было немножко волнительно. После этого я брал трубку и говорил, давайте я уже с кем-нибудь из вас поговорю. То есть энергия прям через край лазит. Если вам самим сложно, если есть какие-то трудности, вы всегда знаете, что вы можете приехать к нам в ближайшее мероприятие 9 декабря, ребят. Куча поступков, которых разбудит вашу энергию, мы там совершим с вами. Причем начнем с деликатного, закончим таким прям трешаком, чтобы вы смогли прокачаться. На носу Новый год. Я крайне настоятельно вам рекомендую начать уже совершать какие-то действия. Повторюсь, женщинам нужны мужчины, которые обладают энергией. Просто пикаперы, которые озвучивают там, проделывают упражнения. Ну, ровным счетом вы потом не понимаете, почему вам женщина не берет с вас трубку и не хочет с вами видеться. Вежливо вам отказали или, допустим, вежливо вам дали телефон, но она не кайфанула там при встрече, не получила энергии. Энергии в себя нужно накачивать. Поэтому, парни, накачивайте себя энергией, занимайтесь дома, приходите к нам на тренинг, делайте что-нибудь, чтобы вас просто перло. Это был Юра, всем пока.